Гранд финала, Dreamhack Open Summer 2017, он же Astro, играют команды SK Gaming и команда Fnatic. Fnatic в прошлом своем матче одолели других бразильцев и сейчас же будут пытаться совершить что-то с этими. Для вас комментирую студию РОХАП, меня зовут Олег Мингот, и также на связи Дмитрий Кристалмэй. Дима, привет тебе, как настроение на этот финал, какие предикшены делаешь на команды? Да, чё нет, чё бы и не выиграли бразильцы сейчас, да, это был бы второй уже трофей подряд, и чего бы и нет, они реально сильны. Ну, конечно, хотелось бы для шведов, чтобы Fnatic показали отличную игру, чтобы у нас был яркий финал, потому что Гранд финал это, ну, эпизод, который, конечно, происходит каждую неделю в Counter-Strike, к сожалению, потому что у нас определенная такая оверсатурация чемпионатов, как это называют у нас англоязычные комментаторы, но я надеюсь, шведы на своей земле покажут хорошую игру, а SK просто выигрывает. Вот примерно такой вот вариант, и я надеюсь, что вы особо сильно не будете против, потому что мне очень понравилось, что вот люди подгорали по поводу... Ну, в смысле, фанаты Fnatic подгорали по поводу матчей с Immortals'ами. Олаф, кстати, подъезжает на фон, фон его с легкостью отрабатывает. Дэннис, тем временем, заезжает прямиком на библиотеку, уничтожает там Фелпса, и заходят парни из Fnatic не на B, хотя показались на B, а заходят обратно на A. При этом всём всё ещё SK очень тяжело производить какую-либо перетяжку, потому что позиции не для этого. Слушайте, они побегут на middle, а тут така, и это может быть очень опасно для Fnatic. Подобные манёвры, возможно, не стоило бы совершать, но Ферша всё-таки справляется с Call Zero. При этом всём мы видим то, что у Фера интереснейшая позиция, он успел перетянуться в сторону библиотеки. У Така имеется... Ооо, вот она, вот она, та самая позиция, о которой я говорил. Дэннис сразу же отвечает. Очень хорошую стрельбу показывает, что Fnatic, что SK в этом раунде, но победит сейчас, судя по всему, SK, потому что позиционка реально хорошая. И с одной и с другой стороны сейчас заходят бразильцы, и Дэннис падает со спиночки. Заходит капитан команды Габриэл Толедо и делает заключительный выстрел в этом раунде 1-0 в пользу SK Gaming. Что примечательно, у нас маппик идентичный тому, что был буквально час назад, где Fnatic играли против Immortals, первая карта Inferno, пик Fnatic, оверпасс забирает SK Gaming и Mirage Decider. И у меня очень такие мысли по этому поводу очень неоднозначные. Если Fnatic, проиграв Inferno даже не топовому коллективу, который сейчас замечает SK, в свою очередь SK Gaming забирают Inferno у маузов, притом вытаскивая там с очень большим отрывом, при счете 10-5 они там отдают еще и пистолетные раунды, потом вытягивают за атаку. То есть чем руководствовались Fnatic, я до сих пор не могу понять. То есть они думают, что... Ну, они считают то, что Inferno это самая сильная их карта, они играют ее по КД, просто потому что у них очень маленький маппул. Это главная проблема этой команды. Ну, не считая того, что у них там явно индивидуальный скилл превалирует над стратегиями, а еще и кроме этого Inferno это реально та карта, которую они очень жестко просто натренировали и играют ее перманентно. Ну, тогда могут быть проблемки, если опять отдают свой пик, но в оверпассе они выступили, конечно, очень круто, еще лучше на Мираже, еще раз напомню, что был счет 16-1 в пользу команды Fnatic против Immortals, но мне кажется, что оверпасс SK так просто не отдадут игрокам, возможно, даже Inferno возьмут и побаивайся, что 2-0. Или такой яркой игры, как... Ты хочешь или видишь вот этих команд, хочешь видеть, мы можем и не увидеть по своей сути, тем более, что SK Gaming сейчас играют на сильной стороне, в атаке их мы тоже вчера видели, очень убедительная атака от бразильцев, так что Fnatic может быть... Ну, да, тут если бы это сильный пик, то как-то выбора особо-то немного, тем более, что SK бы не сопротивлялись и Inferno карту не банили. Ну, если брать то, что у нас это уже с тобой 3-е было 3, и мы уже на 8-ом часу стрима, то, в принципе, можно и в 2 карты, да? Главное, чтобы эти 2 карты стоили того, то есть, чтобы это не был мираж типа 16-1. Нам хочется красоты, и не важно сколько, важно, чтобы она была просто качественная. Олаф погибает, это пока что 2-0, тотальная доминация SK, но Fnatic из-за того, что ставили бомб в первом, сейчас будут закупать клаши, закупают они сверху еще и смоки, молотовы, вторые арморы, все у них будет в этом раунде замечательно. Да, может быть, немножечко не добавить по раскидкам, но на Inferno это не всегда большая проблема, в зависимости от этой стратегии, которую выбирают. Сейчас шведы, хотя я полагаю, что они будут играть медленно, быстрых каких-то рашей по АБ, по НТУ мы вполне возможно не увидим, хотя я хотел бы быстро играть вот таких вот ярких раундов, но, скорее всего, мы посмотрим, как они сейчас стоят, одни на одной стороне баррикад, другие на другой стороне баррикад, никто никуда не вываливается. То есть по вопросу дефенса на Б-планте, вот посмотрите, есть две бразильские команды, которые играют вот прямо одна за другой до SK, сейчас на Inferno, до этого и Морталс на Inferno, и посмотрите, какой Б-плент. То есть Фер вместе с Габриэлом Толедо, они даже не пытаются сидеть на планте, типа там на гробах, за Б-3 и так далее, они с самого начала раунда прессингуют бананщик, а потом после того, как занимают банан, оставляют Фауна там, и сразу идет перетяжка от Фера. То есть они играют, я бы сказал, не то, что правильный Inferno, а более продвинутый вариант Inferno, где они считают... Ой-ой-ой-ой, Фауна натошел. Дочнее, не попал сейчас со снайперской винтовки. Где они считают то, что хороший контроль банана, по факту, дает возможность усиливать аплент, и давать игроку на перетяжке больше возможностей по передвижениям. И это реально круто, потому что таким образом аплент остается вчетвером, а не втроем. Ну, Фелпс тем временем убивает Денниса, и четыре игрока Фнатик просто-напросто спокойно продолжают свое шествие в сторону банана на Б-плэн, но здесь же на хелпе к нему пришел уже Фердинанда обратно с перетяжки сапланта, и Джеспер тем временем попытается что-то здесь сделать на балконе. Опять же, я говорил о том, что у команды Фнатик Джеспер именно на этом балконе является самым слабым звеном, так же, как и был Стилл. Они вот два человека, которые меньше всего фрагов имели на Inferno в предыдущей карте. Ну, а теперь размин один в один. Времени 15 секунд для того, чтобы выйти на Плэн Тако через... Что это вообще? Через позицию убирает оппонентов, вообще развал кабинетов от СК Гейминг, и, собственно, даже не успевает Фнатике поставить бомбу. Главное, Джи Ви хотя бы выжить, засевить свой девайс. Спять хипо не выявится. Да, выживет, конечно. Хотя могут и найти. Тут уже фер очень близко. Джеспер его чекает. Нет, не выживает. Даже после окончания раунда без денег абсолютно. А будет Джеспер в Эксел. Так что 3-0 для СК Гейминг. И еще один раунд может им упасть, потому что Фнатики себе ничего не накопили. Поставив бомбу, они бы обеспечили себе на плюс 800. Было бы 3 с копеечками, поэтому тоже не вариант. Фнатики отдают еще один раунд защите. Тут же СК Гейминг будут, может быть, даже агрессировать. Снова занимание Банана от Фоллина и Фера. Тут же Флуша начинает движение. Хаешки полетели. Фоллин. Нет, пока не видит оппонента. Но тут же Фер агрессирует. Забирает в голову Флюш. И можно еще и Олаф Мейстера подбрить. Но Олаф Мейстер выходит. Стреляется, но не точно. Погибает Олаф. И тут же 3-5. Ситуация даже без шансов для Фнатики. Хотя есть еще Дезерт Игл 2 штуки. Деннис и Кримс будут сработать с ними. Но долго ли там по пяткам нашивает Фера? И очень больно. С одного только человека из команды СК Гейминг прилетает еще Смоук на арку. Ну и, в принципе, Фнатикам здесь только максимум, что может свистеть. Это выбить пару девайсов. Вряд ли получится выбить снайперскую винтовку и забрать себе хоть что-то в подарок сувениры. Но минута времени. Бомба находится на центре. Есть игрок на коврах, на спуске. Деннис. Деннис чекает. Но нет, пока не комментирует. Хорошая флешка тайминговая. Клод-зиро выходит. Клод-зиро может погибнуть, но нет. На вершку играет. Тут еще и Фелпс на Хелпе. Только один Кримс делает фраг по Феру. Может унести Эмк, но тут Фоллин дает флеш. И может, в принципе, снайперская винтовка еще и отдаться. Между прочим, потому что хватает времени. Но глубоко, глубоко в план смещается. Поэтому опасности для него нет. Теперь уже нужно нажимать Кримса. Хорошая флешка. Но тут Фелпс не слипнет. 4-0. Слепнет. Слипнет. Да, хоть слепнет, хоть слепнет, не суть важна. С точки зрения того, что произошло, в любом случае, он погиб. 4-0. Фнатики будут закупаться. Второй девайс на раунд на ваших экранах. Сейчас мы будем наблюдать за тем, как Фнатики будут пытаться адаптироваться к действиям СК. Хотя, опять же, да, ничего такого невероятного образеца не делают. Особых там пуш и маневров мы не видим. Но это карта до инферно. Здесь придумать реально что-то очень сложно. То есть, все, например, маневры со стороны А планта. Это поджим миды и поджим ковров. Со стороны Б планта. Это поджим банана. И, в общем и целом, им постоянно пользуются основные команды. Да, они вот прямо сейчас, например, полный просто стоит. Чекает заборчик. Смотрит, когда там к нему выйдет. Флюша. Флюша выходит, получает в голову на бусте. Какая же реакция от Фуоу на тысячи шесть два кликами. Время Фелпс уничтожает Джеспера. О чем я уже говорил, да, что у Джеспера реальные проблемы с этими коврами. А это одна из самых главных точек пробивания песков на А планте. Ну, и не только песков. И Фнатики все. Фнатики закончились. Вот Оллов только начинается. Оллов у нас совершенно отдельно от команды играет. Обычно с точки зрения того, что если у нее ничего не получается, то Оллов наоборот заряжает. Но все равно он отдал Саферу на Б планте. Фелпс тем временем проходит смог. Стражу видит две цели. Так выходит вовремя на размен по шарту. Сразу же скрим здесь же. Эта же позиция разменивается у тиммейта. 28 хп остается у него. Проблема в том, что он в меньшинстве 2 на 1. И при этом всем. Да, у него есть контроль над бомбой. Но у него нет контроля ни на одном из пунктов. И нет инфы по тому, где находится Ферр. Он предполагает, что его начнут пушить. И в принципе предполагает правильно. Ферр просто не то, чтобы прям совсем запушил. Он полуподпушил. Да, он стоит сейчас у нас на яме. В довольно динамичной позиции, в которой можно монцевать. А вот у кримза-то, у кримза в общем и целом идей мало. Потому что и смака нет, у молотова нет. Нечем отрезать ничего. Придется чисто на сухую, на проверку идти на каждую из позиций. И уже своим собственным носом тыкаться куда-либо. И он потычется на А. Да, именно так он и сделает. Вот, выстрелил там Кодзера, не попал по нему. Соответственно, Кримс забайтил. Настоится у него 6 секунд. Надо уже ставить 100%. Хаешка, кстати, неправильная. В смысле, хаешка на ту точку, где обычно ставится бомба. Но Кримс ушел на сам плен. И он начинает выкуривать при помощи молота. У Ферр добивает своего оппонента и бежит обратно забирать снайперскую винтовку. В тем временем Кодзера раздефузит бомбу. 5-0. Легчайший раунд для СК. Исполнение 100%. Джеспер пока что не блещет. Ну, вообще, тут даже и раунд, и выбивание было крайне приятно. Для СК Гейминг Фнатики похожи на других бразильцев. На Имморталс, на карте для Мираж. Потому что бегают, умирают и толком ничего не делают. Не было опасных ситуаций для СК Гейминг. Максимально опасно было сейчас 1 в 2. Но все очень было просто для бразильцев. Так что я, честно говоря, не понимаю, чем Фнатики могут сейчас удивить. Только если, опять же, быстрый выход на Б-Плэнт. Они туда толком-то и не ходили. Если так вспомнить. Это были попытки выхода на Плэнт. Да, там что-то пытались. Но Банан и СК Гейминг не отдают. Вот попытка от Фера еще раз запушить не получается. Теперь уже есть реальные шансы для Фнатиков. И шведы могут попробовать занять, во-первых, Банан. Или хотя бы попытаться кого-то застрелить. Там найти, но Фолин отвечает по флюше. Есть еще одна хелпа в виде Фелпса. Теперь не так будет просто. Хотя Лофмейстер находится в интересной позиции возле машины. Ну и что, Фолин увидит, услышит. Найдет ли Олафмейстер не вышел на размен Фолина. Просто ждет. Это может быть ошибка, если Олаф дальше пойдет бить. И, ну, каким-то образом промахнет со стайпер команды СК Гейминг. Он же капитан. Он же вообще самый молодец. Вот так я похвалил Фолина. Я не очень понял, зачем Фелпс тогда пошел пушить. То есть, одно дело сбор информации. Другое дело, что ты знаешь, что там Олаф стоит. Ну да ладно. Попытались его убить. В конце концов, ошибка от Дениски. Коут его просто взял и пришпорил сейчас прямиком в пятую точку. В самую мягенькую. И Коут уходит в коннектор. Причем, немножко даже стукнулся по, точнее, об стеночку. Уходит обратно на библиотеку. Он будет, соответственно, перекрывать сейчас с собой зелень. У Джеспера, кстати, классный тайминг. Он вышел просто-напросто сейчас в спину оппоненту. И неизвестно, будет ли Коут чекать. Коут не будет чекать. Да, Коут не будет чекать. Коут уходит на плент. При этом все, он тут смог. Поэтому сейчас собственный же смог Фнатик сыграл против Джеспера. И не факт, что он вытащит тот фраг, который он должен втаркнуть. Время ему Джеспер все-таки выносит так. А, скорее всего, сейчас прикончится еще и Коута. Нет, Коут оказался хорош. Ну и теперь ему надо просто жить, покуда Гэбриал Толедо не придет к нему на помощь. Капитан бежит. Однако Коут уже умер. Олаф, тем временем, еще Кримс ставит бомбу. Олаф ушел на песке. Но тут у Фоуна, честно говоря, Mission Impossible. Да, в старые добрые времена он бы, возможно, такое еще бы и выиграл. Но, честно говоря, бороться против Олаф Мейстер, который копался на песках. И одновременно Кримс за стоящего плента. Это не вариант. Кримс пропрыгал. Ушел в немножко более глубокую позицию на пленте. Фоуна очень медленно действует. Пытается на верочку стреляться. Но у него ничего не выходит. Это 5-1 в пользу SK Gaming. Все еще, однако, Фнатик цепляется немножко и разрушает экономику SK. Да, у них есть какая-то возможность бая. Это у Колдзера 6900. Но все остальные имеют, например, 3100, 1950 автоопса и так далее. Да, это будет бай. Это будет бай с ИМПшками и, возможно, АВП. Может быть, мы видим от Колдзера снайперский девайс. Да, он появляется. Еще и хорошая раскидка на руках у команды SK Gaming. Только один Фелпс бегает с чешкой. Но, в принципе, и он может раздать. Вчера он тоже неплохо отвоевывал на карте The Train с этой чешкой. Там еще и... Перед матчем смотрели некоторые повторы и представления команд. И там как раз-таки Фелпс... Мы сегодня с тобой смотрели, где он там... Вот я не честно... По-моему, это был Фелпс на пожарке. Ты понимаешь, что собрал троих? Нам вывалились к нему игроки атаки. Он просто всех принял абсолютно беззаговорочно. Вот я не помню, это был Фелпс или Ферр. Честно говоря. Но не суть важна. 5-1. Команда SK Gaming по-прежнему в большинстве смог падать под ноги. Габриэль Толедо, но по-прежнему без разменов. Сейчас уже не так бодро. SK Gaming занимает банан. Все-таки более глубокие позиции. Ферр вообще в планете. Но и бай не позволяет им так... Серьезно. Выходить вперед. Так, он на балконе. Так, он может сейчас с Джеспером повоевать. Замечает Джеспера, но... К счастью, для себя уходит и патрон не залетает. В него в тушку. И тем более уж в голову Фелпс. Тут еще и на ребрах. Может пройти в смока кого-то найти. Кримс. Флешка неплохая. Правда, ответная на GV. Фелпс погибает. Флюша оформляет опенфрак в этом раунде. И теперь уже фнатики могут зайти на плент. Оставляют только одного лофмейстера. Притом с снайперской винтовкой на банане, чтобы не было прохода в бэк. Но и теперь только Тако, наверное, со своими песками большими может взаимодействовать. Хотя и Клдзера тоже находится в интересной позиции. Но фнатики не спешат. Тайминги снова 20 секунд. Если опять же Искай их размансят, то шансов будет все меньше и меньше. Клдзера с снайперской винтовкой убивает Бомкер. Еще одна ошибочка от Фнати. Хотя нет, более-менее получается. Размен работает Тако. Выбирает GV из этого раунда. Тако. Еще раз попыточка. Молотов прям под ноги. Но Денниса он перестреливает. А что ж такое-то? Получается, Кримс до конца стреляется. Времени не хватает. На основке плента и 2 в 2. Боже мой. Фнатики снова на поздних таймингах. Просто не реализуют свои позиции, свое преимущество по девайсам. Это очень печально. Еще и двое денег не получают. Такое же вообще просто горение от Фнатик сейчас должно случиться. То есть такие раунды проигрывать. Одно дело ты просто проиграл раунд. А другое дело ты проиграл раунд, который ты взял. И он был непроигрываемым вообще. Они обязаны были убивать Тако. У них была информация по нему от Джеспера. Потому что он с этим работал против Балкона. И дальше. Ну мало того, что Джеспер сам залил на это фиг с ним. Он там работал на разменах. Не суть важна. Важно другое. То что два игрока Фнатик зачем-то побежали сразу оба на плент. Хотя опять же один из них мог совершенно спокойно пойти выбивать пески. По информации от своих собственных тиммейтов. Но они бы пошли, посчитав то, что Молотов стопроцентно вынудит Тако идти в агрессию. И его реально вынудило идти в агрессию. Но Тако вместо того, чтобы просто сдохнуть из-за того, что потерял свою позицию и пошел на открытую воевать. Он еще и убил человека. Остался с 11 хп. Еще и свалил обратно. И выиграл этот раунд при помощи убийства Бомкерриера. И это, честно говоря, тотальная дичь от шведов. И эту дичь мы увидели на Инферно от них только что против Immortals. Так, Колд Зера. Колд Зера ждет. У него имеется две флешки. Может под них сыграть? Нет, он просто убивает Кримза и сразу же сваливает. И, боже мой, размена от Фнатик нету. Халявушка для Кримза. Точнее, для, прошу прощения, Колда. Джеспер влетает снова на пески. Снова с балкона. Но в этот раз он сам ничего не делает. И немножко получает еще и дамаги. И Олов Мейстер стреляет по зелени. Пока что не попадает. Играют СК Гейминг очень аккуратно. Не подсовываются под пуля. И Олов. Тут, кстати, кто-то в чате сказал, что мы слишком безэмоциональны. Подождите, сейчас, сейчас я специально для этого человека все сделаю. Так, а боже мой, Джеспер ваше... Нет, пока же, походу, все-таки они не вышли, не вышли воевать. Я уже думал, что это будет какой-то момент. Да, Пальшстарт, да. Олов все-таки отвечает на фауна. Фнатики, смотрите, как медленно и спокойно все делают. 18 секунд, они перебегают в сторону Б-планта. Фэр. Фэр один. Фэру будет больно. Остановите, Фэру будет совсем больно. Он все-таки умирает от Олов Мейстера. Он не удержал позиционку, на которой, на самом деле, ему стоило, возможно, просто сыграть. Тысячу раз пассивнее, потому что, если бы он убивал бомб Керриера. Смотрите, на четвертой секунде ставил с бомбой, но он, может быть, на шестой. Если бы он убивал бомб Керриера, он стопроцентно... Конечно, вы никогда не знаете, кто из этих людей с бомбой стопроцентно. За одну секунду вы не сможете совладать с этим. Но, господи, я проснулся, что это было. Хороший комментарий. СК проиграли раунд. По-моему, Фэлп соло проиграл раунд. И хорошее принятие решения от шведов. Очень-очень приятное. Да, вроде бы, там откидывал флешку с плента через Б2, но все-таки не получилось ослепить ключевых игроков. Погиб. И, да, вот такой раунд от Фнатиков, учитывая, что там было два немобильных девайса, две снайперские винтовки, которые выцеливали на протяжении всего раунда по пленту. Длинету пытались большие пески зачекать, но по итогу все-таки прорвались к точке Б. Ой-ой-ой, там была бы стычка, но все-таки в последние уже полсекунды все это свершилось, и просто не заметили патроны. Вот так можно было еще один девайс выбить у Фнатиков. Что по экономике у СК Гейминг, снова UMP-шки, одна М-ка, по раскидке тоже все вроде бы имеется, но и опять с таким баем попытаются. Главное, чтобы Фнатики при таком вот раскладе от СК сейчас не так долго ходили, хотя две снайперские винтовки говорят нам именно об этом. Все же с ними врываться быстро не получится, тем более, что снова СК Банан не занимает, у них нет такой возможности с UMP, и поэтому придется принимать снова в ближних позициях, снова на плентах, где-то шкерится под балконом, возможно, опять же, в упоре где-то под козырьком, либо же подпушить мид, может быть, но других вариантов пока для СК я не вижу. А Фнатики попытаются опять, да, дохладить до последнего. Флипсайд Тактис, опять же, одобряют, как это писали много раз в чате, что прям вот это стратегия, снимайте маски, Флипсайд мы вас узнали. Но нет, Фнатики просто не имеют другой возможности или представление, как играть быстро против СК Гейминг, и им приходится халдить раз за разом, чтобы не врываться, чтобы не погибать друг за другом. Ох бы сейчас Данис шмальнул в голову оппонента, как это сделали Immortals на карте Overpass буквально недавно. Было бы тоже забавно, но нет. Фнатики сосредоточены, у них все очень хорошо, так он ошивает и забирает Джаспера Вексела. На коврах оппонента, и теперь уже в меньшинстве Фнатики что же будут делать? Снова 2 ВП, 2 Калашниковых, и вот с этим таймингом чудесным, ну хотя, другого слова хотел сказать, они будут опять же пытаться зайти на оппонент, хотя Бомбкер несет свою тушку на Бэй, или даже на центр, нет, возвращается, просто чекал Бэк, и теперь уже Фнатики пойдут дальше, при том это будет все-таки оппонент. Так, Олаф заезжает, чекает нычку. Тем временем Фелпс у нас находится на самом пункте, и вот весь вопрос к Фуну, да, его зонировали при помощи смоков, но опять же, его позиционка, если внезапно на тайминге хороших влетит в спинку, там всех убьет, и он, кстати, влетел, и он очень сильно раздамажил противника Коудзера по красным пацанам уже, сделал 2 кила на Олаф, Мейстер сразу же с ним справился, трипл-кил от мастера, и я не знаю, на самом деле, вот если кикнуть человека, да, если кикнуть Олафа из Фнатика, или там он сам уйдет куда-нибудь играть, типа, не знаю, в какой-нибудь другой состав, где ему будет более комфортно, у меня есть подозрение, что у Фнатиков просто не останется людей, и чтобы исполнять раунды, которые либо не брались, либо просто-напросто берутся только в счет личного скилла, не знаю, Фер, Фер гуляет, надо ему, наверное, уже тихать от Седова, просто ждет на откате, да, он не будет на ретейк, выходить у него не было времени, ну и Фердинанда раскилл, здорово не будет, зафармил 600 долларов США, приятно, и еще и калашик, опа, подлетел к нему, вкусняшечки. Еще один раунд для Фнатик, хороший тейк Аплента, опять же, если бы не Олаф, Мейстер, возможно, все это пошло бы в неизвестном направлении, и не в их пользу, но, в конце концов, они вынудили СКА сейчас играть экономически, что означает то, что, скорее всего, мы увидим 6-4, а 4 раунда на атаке, на слабой стороне до Инферно, это очень даже неплохо. Но, с другой стороны, я вчера наблюдал вместе с Андреем, как СКА, опять же, напомню, воюют за сторону атаки, и могут быть проблемы у Фнатиков сразу же на второй половине, потому что СКА жали очень сильно от камбейч, или еще и потом выиграли все-таки карту до Инферно. Ну, а Фнатики, наоборот же, воевали не очень хорошо, вот Фер уже реализует свой девай засыпленный, Калашников работает, можно еще попробовать выйти вдвоем Флюшу наказать, и тогда еще и девайс появится в руках, даже если с разменом, все равно будет для СКА гейминг очень и очень выгоден данный размен, все-таки Юспит только на руках у бразильцев, так что Фнатики это прекрасно понимают. Тако ослеплен, Тако должен погибать, Тако очень долго живет, Фопс делает свой минус, да ладно же, Колзера еще один фраг по Джей Ви, и только вдвоем Флюша вместе с Кримзом остаются, в панике бегают шведы возле Апплента, и уже Кримз не чекать, да такую банальную позицию, да ёш ты ж поп, ты ж да что ж такое-то, Флюша, делает фраг, но все-таки есть девайс у Колзера, это вообще какая-то аннигиляция полная, что творят Фнатики, это полный бред. Шведы это что вообще? Это кайф, это кайф. В 2017 мне чек-то фопную нычку на понте, я не знаю, что делал Кримз здесь. Они реально все еще могли вытащить ситуацию 2 в 4, у них все еще была преференция по оружию, да, у них ударные силы сильнее, и это все еще Кримз, мать моя женщина, если ты играешь в 13 или сколько там он лет уже катает, ну то есть самое максимальное это получается сейчас уже 16 лет, да, если играть с 1 и 3, ну просто они немножко меньше, да, но все равно столько лет, сколько зим, ну боже мой, ну с таким опытом ты не можешь вот так расклеиваться, да, тебя убили на пистолетах, да, бывает у противника проперла хорошая стрельба с юспика, все ок, такое случается, но у тебя уже все, раунд замедлился, ты стоишь на позиции, тебе надо, тебе остается всего лишь зачекать, потом поставить бомбу и перевернуть этот раунд обратно, но вместо этого ты просто делаешь детские ошибки, которые, ну, нельзя совершать, причем я понимаю, они бы еще были на кран-финале мажора, какого-то и волновались бы, но это же не... но это у меня всего лишь дримхак, и так, боже мой, что он там творил? На этих песках хорошие флешки от Fnatic в тековом раунде, где они уже захватили два кола... точнее, калаш и М4, поставили бомбу Фолан вместе с Фером, попробуй хоть что-то здесь сделать, ну, либо Гэбриэл, либо Фердинанда, они... точнее, Фердинанда, господи, либо Фернанда, должны здесь что-то красивое сделать. Фердинанда красиво дропнулся, убил одного, Крим сраженно размене сыграл, Фоуну не имеет никакого смысла вообще идти сюда с 12 хп, он это прекрасно понимает, и уходит на сейф. А вот и ответочка подлетает от Fnatic, хотя, конечно, сравнивать такое нельзя, все же SK Gaming с одним юспами, дабл девайс, но девайс реализовали только однажды, по сути, потом поднимает девайс Кокзера, раздает по двоим, но и все-таки... Да, ответочка от Fnatic залетела, тут уже сработали ребята на опыте, не стали халдить, не стали показывать Flipside Tactics, но это сработало, это было очень здорово, ответочка влетает, у SK Gaming деньги есть, появляется наберская винтовка, M-ки также есть, ну и только один ферр будет работать с пистолетом, я так понимаю, что нет, ему дают даже UMP-45, два UMP-шки, Fnatic поделился, Fnatic молодец. Fnatic же, знают ли обаи, покупают мак-10, видимо, нет, вряд ли бы такой девайс тогда подъехал. Для флюши, хотя флюши умеют играть с нестандартными девайсами, так что... Ну, обычно это дробовики какие-нибудь, или GV тоже, изредка балуются такими девайсами. Хаешка под ноги Фоллена, закидывается полностью плент, Фоллен чуть не отъезжает в этом моменте, ферр против флюши, флюша получает жбан, но сам отвечает по феру, ферр выживает, и теперь уже Фоллен вместе с фером. На двоих около 50 хп нужно идти, молотов летает, но ферр не горит, слишком неточно, ты еще и смог спасательный, ферр нет, не торопись, не торопись, все хорошо. Никто за тобой не гонится, 7-4 по-прежнему счет, напомнится, гранд-финал, DreamHack Open Summer 2017, SK Gaming, на первой карте выбор фнатиков, шведы выбрали себе именно карту Инферно, дальше будет оверпасс от SK Gaming, и возможный Демираж, если счет достигнет отметки 1-1 по итогу. Так, Phelps выходит, чекать Бэплант, Олаф, Олаф стоит и ждет, ну, опять же, да, Олаф является тем самым опорным человеком, через которого будет строиться атака у фнатик на Бэплант, он просто-напросто ждет, если кто-то все-таки подойдет к нему, и вот сейчас начинаются уже раскидки, есть 4 смока, их надо утилизировать прямо сейчас, один на хелпу, как обычно, другой на гробы, третий можно куда-нибудь прямиком на плантик закинуть, а можно подсейвить, например, один из них, чтобы уже на защиту от ретейка использовать, ФР, справляется стрельбой здесь, да и с тем временем взрывает Phelps на клоус-дистанции, и вот теперь вопрос, да, о том, что ФР-четер, ФР-четер, недолго жил, так, вместе с Колдом будут делать ретейк, диффуз-китов нет, может быть, у трупов подберут, неизвестно, да, подобрали у трупов, Колд Зеро еще и подобрал снайперскую винтовку, которую посеял здесь Фоллан, так вы понимаете, снайперские винтовки не растут, поэтому никакого смысла оставлять ее в земле не было, так, а через флешку заходит на Кайпель и спрашивает себя, где он, уже не спрашивает, Кримс дает точный ответ на два вопроса, Окол Зеро и Така, 7-5, друзья, Фнатики не то чтобы доминируют, но показывают то, почему они все-таки пикают эту карту, постоянно по КД на всех Бестов 3, что касается СК, сейчас им придется играть экономические раунды, мы скорее всего увидим уже 7-6, и это пахнет, пахнет возможной победой шведов на первой половине, может быть и так, но если опять же Фнатики начнут исполнять что-то непонятное, поздние тайминги, которые они так любят в этой половине, да и с Immortals также отыгрывали, ну, конечно, не так часто, и не так долго затягивали, но все равно были моменты, о которых можно было бы поговорить, и опять же теряют флюшу OpenZise, как гейминг, и теперь МАК-10 на руках можно отнести более живущему игроку, тем более, что есть Чешка, так и получается, Фоллен получает МАК-10, вот если Фнатики закинут в этот раз, я тогда начну задумываться, что может быть им играть лучше с тэками, все-таки против СК Гейминг, получается у них крайне лучше и выгоднее в таких позициях, и с такими девайсами, но, ладно, все это шутки, конечно же, СК Гейминг попытается еще, сейчас у них есть преимущество по девайсам, все-таки не Юспы, но и нет калашников, в случае чего пробираются на банан Фнатики, занимают позиции, Фоллен уже готов с МАК-10 раздавать с просвета, ну и что, пойдет ли кто-то не на него? Нет, это только флешка, там еще и СМАК-10 работает за Б3, и ох ты, Фоллен получает, по-моему, гранаты даже в ногу куда-то, все это слышат игроки команды Фнатик, ну и на за троечку находят еще и Фера, 3 в 4, шансов для команды СК Гейминг немного, там еще и взрывается Фелпс, Тако с Чешкой и Юспик для Колдзеры, да, тут, конечно, шансов немного, хотя Колдзер начинает нашивать, дает две головы, только одного, правда, убивает, где-то очень далеко Тако на терровском спауне и хочет что-то тоже подобрать, либо же встретить хотя бы оппонентов, и тогда уже, возможно, пригорюнился один террорист, который монтирует, сидит возле фонтана, но вот так он найдет себе или нет какую-то жертву, это уже вопрос интересный, все-таки отжать калашников, либо же, Игорь, ты иди сюда, отжать калашников или ВП было бы очень даже неплохо в этой ситуации, все Тако приманивает, На, приманил одного, да? На самом деле он не заберет калаш, вот это проблема, я не знаю, и сейчас еще кроме этого скорее всего пойдет воевать, да, нет, да, нет, нет, да, нет, да, все-таки да, пойдет, неважно, в любом случае, деньги УСК имеются сейчас на бай, не самый лучший, но и не самый худший, как минимум раскидки имеются, диффус кит можно купить парочке человек, а мы видим то, что у Фоуна появляются кусачки, все остальные просто играют с нормальным объемом раскидок, да, две, точнее, одна ЮМПшка, да, два Фамаса, но ничего страшного, АП было бы неплохо предполучить, чем получить на этой карте, и на Инферно, это реально оружие, которое рулит, которое можно контролировать полностью весь бананчик, но, опять же, и без него можно справиться. Фнатик, в свою очередь, давайте посмотрим на действия очередной Джеспера, потому что он, как обычно, занимается вот этим вот апартаментным выходом, выходом на балкон с ковров, и обычно у него не очень там получается, но пару-тройку раундов красивых он показывал на сегодняшний день, на карте Кримс начинает спрейт смок, тут у него никого нет из оппонентов, СК Гейминг, в свою очередь, мы видим, опять занимается ротациями в сторону Апланта, то есть Фэр в любой момент готов бежать в сторону А, помогать своим опорникам, что касается Фауна, он, как обычно, зонирует почву на бананчике, довольно агрессивно он это делает, Джеспер, Джеспер, друг мой, что ты творишь там? Все-таки не выйдет он в этот момент, Девуша, получает смачок, кстати, хороший смок по таймеру, так, подкинулся, Деспер, тем временем, кстати, разрубает лица там на Апланте, а нам оператор не хочет показывать этого, но это не суть важного, ну и что, что там двоих человек убили на Апланте, кого это важно? Ну бывает, ну с кем не бывает, ну да, конечно, да, да плевать, реально, тут... Посмотрим на банан. Все это глупости какие-то. Коут, 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 ты должен просто набросок убивать людей, у него получается это сделать только одного, все-таки, Деннис отвечает сразу же, лучше пошел вставить бомбу, Фелпс, смаке, есть ли по нему инфа, ну вообще его должны просто-напросто ожидать с этой позиции, что касается Фера, возможно, стоило бы Фелпса, наверное, подождать, Фера, нет, не будешь ждать, пошел в битву, но битва на него закончилась довольно печально, и Ферчик 32 хп. А Ферчику надо было бы идти с Эвиц, у СК Гейминг на последний раунд, денег немного, и шансов для убивания было тоже не огонь. По итогу 7-7, СК Гейминг и Фнатик, после счета 6-1, Фнатик камбетчат 6 раундов подряд, и только один отдают СК. Вот это да, вот это да. Многие вообще урочили, опять же, все коэффициенты в пользу, команда СК Гейминг, хотя не особо сильно, если смотреть по многим, вернее, да, по перечню некоторых сайтов беттинговых, там примерно коэффициенты 1,7, 2,0, если брать GG Bet, спасибо большое, коэффициенты, там намного интереснее, 1,4 на СК Гейминг, и примерно 2,5 на Фнатик, или что-то около того, то есть разнятся мнения на разных сайтах, у разных битмейкеров, пока что без разменов, хотя погибает, Фер, Флюша вместе с Лоффмейстером пушат его, тут же Полинс, Юмпи 45-м, попадает по двоим, но не убивает Олафа, 7 хп остается у Флюша 31, Олаф пробирается дальше, но Фелпс добивает уже краснючего Олафмейстера, и теперь 3 в 4 в меньшинстве СК Гейминг, но все-таки и девайсы у них не такие хорошие, Фамас плюс 2 Юмпихи против 4 калашей, Деннис и Флюша могут погибнуть, в случае чего Фелпс находит для себя снайперскую винтовку, теперь уже поинтереснее, Фелпс может с нее раздать, наверное, это главное уточнение, наверное, из моей речи, и теперь уже Така, вместе с Холдзер на одной позиции под козырьком, будут ждать игроков СМИ, да нам слова это не показывают, спасибо большое, Холдзер забирает одного, второго тоже одамажит, и забирает, только один живец, это в живых, дайте воздуха, в легкие, но это очень жестко, но почему так Фнатик отдаются, прям вот, не знаю, гуськом выходят под эти спреи, Живи, один, Живи, может раздать, но нет, получает флешку, там сгорает, Фелпс не 12 хп уходит, и бомба лежит под контролем из команды СК Гейминг, Живи под козырьком, сам под флешку, должен выйти, уже Чешка в руках, пошел давить, и нет, Колдзер из центра забирает его, СК Гейминг 8-7, ну, немножечко свою половину доподжали. Да, получилось, хотя бы хоть какое-то минимальное преимущество заработать, не так уж плохо, да, СК Гейминг, Фнатики в свою очередь, сейчас посмотрим, что будут делать на защите. Что касается игроков отдельных, да, у нас Скримс показывает более-менее симпатичное ее исполнение, да, было пара-тройку ошибок, мы помним раунд, где они отдали Юспикам, но Плюшот продолжает свое шествие по печали, не особо показывая какой-то серьезный перформанс, ну, что касается Олопа с Деннисом, они суперстабильны на протяжении, что первых дней, что сейчас, финального дня, так что, давайте посмотрим, что на второй половине будет, ну, а СК, я не думаю, что они сильно парятся по поводу того, что происходит, я не думаю, что они рассчитывали на то, что они возьмут Инферно жестко, потому что все-таки Фнатики реально имеют на нем очень-очень большой опыт, ну, а дальше-то идут те карты, на которых СК себя чувствует суперуверенно, мы уже знаем, что они взяли себе оверпасс, я не сомневаюсь, что они на нем очень-очень симпатично себя проявят, но что касается Де Миража, они уже сегодня на нем играли, да, мы с тобой комментировали их против СЛГ, и там, если я не ошибаюсь, СЛГ их обыграли, за счетом 16-9, но выводы должны... А? Да, я говорю, все верно, все верно. Все верно, говорю. И я думаю, что они должны были взять, точнее, сделать выводы и на этом Мираже с этим сыграть сейчас по-другому. Ну, посмотрим еще, еще раз, не знаю, напомню себе, тебе, ребятам, что СК Гейминг буквально недавно очень неплохо, а точнее, очень-очень здорово отыграли против Маус Спортс. Опять же, в рамках, по-моему, Десайдер матча, если не ошибаюсь, у меня уже все матчи в кучу, за эти три дня было столько всего, но они там проигрывали 10-5, и потом за атаку просто наказали Маусов, что и сейчас тоже может ожидаться. Атака у СК Гейминг намного в разы отличается от шведской атаки, все-таки она более агрессивная, там нет таких вязких раундов, которые на 20-й секунде заканчиваются непонятно чем, так что от СК мы ждем какого-то веселья. Все-таки фнатики зачастую просто брали и ничего не делали. Фелпс вместе с таком оформляет уже два опенфрага, теперь уже Олафмейстер пытается спрейт, но тут встречает Кулзера двоих и просто раунд от СК Гейминг отваливает практически всю команду фнатик и только Флюша один на сети. Ему страшно, но Ферр не замечает оппонента справа от себя и Флюша, ну, конечно, пойдет, но первый армор можно было бы сохранить на самом-то деле закупить себе какой-то ган интересный типа UMP и уже с армором воевать было бы намного приятнее, нежели сейчас пытаться без китов кого-то развалить. Вот, что-то подлагнул сервак и умер Флюша. Возможно, это взаимосвязано. Возможно, но мне кажется, это наш Гол Тиви подлагнул в нашу отдельную сервера совершенно, поэтому, скорее всего, это не имеет никакого отношения к нам. Что касается СК, купили они себе калаши, UMP-шки, УЗИ от ФР, ЦЗ-хи, сверху от шведского коллектива 5-7 от Дениса и нормальный такой набор. Можно играть, можно защищаться. Опять же, можно было бы устроить какой-то пуш, например, по банану с ЦЗ-хами. Это реально очень даже симпатичный вариант. Фелпс получает ХА-шечку, 50 хп у него остается, в пол, тем временем с UMP-шкой пытаются подпушить банан. Но на самом-то... О-хо-хо! Хо-хо-хо! Пытался тут красиво сыграть через домик. Очень редко, когда мы видим, чтобы защита пушила апартаменты, да, ковры там. То есть это где-то 11-15 раундов, когда защита пытается этими вещами баловаться. Побаловался Олаф, удовольствие получили СК. К сожалению, никакого фана для Фнатик подобные маневры не дают. Денис ждет вместе с Кримсом, они пытаются на кол-дистанции принимать мидл, причем тут Люша, если что, может даже подойти. СПР взрывает Кримса, просто на ноге бежует со спреем с УЗИ, но это то, чем сильно УЗИ, по факту, что вы можете не особо париться по его контролю. Я так понимаю, то, что сейчас СК могут либо остановиться и пойти все-таки на Б, потому что есть у них Фелпс, который пропушил банан и контролил довольно большой кусок карты, либо они все-таки до конца решат идти на А. Хотя еще есть вариант коннектора, и это очень даже симпатичный вариант. Да, все может случиться, но если Фелпс дожмет таки Б-плент и даст информацию, хотя и без этого СК Гейминг пробирается через арку, через спидвей, Флюша немного не ловит тайминг, он, наверное, даже не поймет, что уже прошли СК Гейминг по спидвейу и, наверное, стоит смотреть за Джей Ви, которого вставляют здесь. Обычно играет Флюша на данной позиции, но все-таки Джей Ви в этот момент Фоллен посмотрел назад и все-таки обнаружил там Флюшу и теперь только за двойкой Джеспер Вэксел примет или нет? Опа! Прямо в фонтан подсадил игрока атаки и тут же Фоллен даже не пришлось ставить бомбу, времени хватало, правда, на все подряд. Забавный, конечно, был момент, я тебе потом вырежу все-таки такой прыжок в воду. Забавный 10-7 СК Гейминг забирает себе еще один раунд и теперь уже против полностью экономического шведского будут сражаться. Может быть, стоит придумать какое-то укрепление Б, не знаю, тактика Бей и беги, все вместе на бананы попытаться забрать, но я не знаю, что могут придумать фнатики против фармганов и всего того, что творят СК Гейминг против них. Они просто там подсаживаются, убегают куда-то, но не знаю, можно было бы рискнуть, вряд ли шансы большие есть на выбивание. СК Гейминг там, конечно, показывали, что подобное в первой половине, но сейчас немножечко не та ситуация. Фнатики могут и не пропереться, могут вообще просто все впятером умереть, не доставив нам какого-либо удовольствия в просмотре этого раунда. Ну, давай хотя бы понадеемся, что они все-таки пара-тройку человек убьют и будет хоть какой-то фанчик. Мы уже видели исполнение юспиков от СК на первой половине, и они там выиграли раунд. Может быть, и фнатики здесь могут устроить какую-то засаду. Кстати, позиционка сейчас у Дениса интересная. Он с Кримзомом мог бы сыграть в паре, но решил не играть. Решил просто продать своего тиммейта, либо не одновременно в перекрестный огонь войти, и Денис, вот он, красавчик, вышел прямиком на УЗИ Фера, который его там ожидал. И Плюш вместе с УЛОФ Мейстером походу погибнут фнатики. Ой, фнатики, господи, фнатики все-таки смогли сделать один фраг. Опять же, за счет того же самого героя УЛОФ Мейстера, который, как всегда, показывает исключительно качественный перформанс. Так, так, а? Нет, не получилось тут ничего сделать. 11-7, друзья. СК Гейминг. Пока же доиграли до первого девайсного раунда на второй половине, но сейчас нотики будут закупаться. Опять же, вопрос чем? Пока что М4, снайперской винтовки полноценный набор скидок это то, что реально на мой взгляд намного важнее здесь. То есть, если у тебя есть выбор купить голые М4 или УМП вместе с гранатами, то, наверное, все-таки лучше УМП вместе с гранатами, потому что удерживающие там молотовые смоки решают очень много вопросов, особенно если ты играешь на банане. Да, играешь против ФСК Гейминг. Бразильцы занимают банан. Фнатики, по примеру, своих визави пока так не делают. Конечно, есть человек за бетоном, как я понимаю, либо же, да, за бетоном это Флюша. А на ХП Джей Ви, если что, выйдет на размен. Кстати, команда СК Гейминг уже теряет часть ХП, там Фоллен и Фелпс немного просели, но все же еще живо там залезают какие-то интересные хэшки. Флюша также получает порцию демеджа. Ну и Флюша агрессирует. Думаю, что кто-то есть в смоках, но вряд ли бы так СК подставились. В любом случае, СК Гейминг пока не торопится, хотя есть смотри, какие позиции у Фера и также Таку. Они хотят фейкануть, Таку погибает без размена. Пока что выходит, есть также Ферр там же на позициях и можно отработать, но Ферр пока не палится до последнего будет ждать перетяжки от команды Фнатик, хотя и бомба до сих пор еще никуда не движется, кроме как центр. Но времени 50 секунд, так что можно по разному попробовать. Волен, это я так понимаю, что в смок на арку, либо же просто ломк запирает. Надо будет посмотреть. Олаф, покажи, пожалуйста, смок. Ладно, не суть важна. 4 в 5 и трое игроков команды Скагеми находятся на позиции Плэнта А и только один Фелпс попытается что пройти дальше. Может быть, это снова выход на арку и попытка пройти Б-Плэнт, что вполне себе очень даже логично. Ох ты, Олафмейстер встречает Кулдера, правда, не до конца. Есть размена. Денни зажимает, но все равно Фоллен добивает. А Денни погибает также Фелпс и снова Габриэль Толеда. Один против троих. Бомба на руках имеется, но времени 13 секунд и тут уже подумать стоит о том ставить бомбу, ставить бомбу. Все. Вопрос решен, вопросов больше нет. Может быть, даже еще и отстрелит Джи Ви. Погибает. Один в два. Ситуация более критична для Фнатик. Все-таки Фоллен сейчас может раздать Папа в деле. Но получится ли у Фоллена? Если он сейчас это возьмет, я вообще не представляю себе. То есть это какой-то камбэк Папы Фоллена с тех времен, когда он еще стрелял на все 100% там и вытаскил Клатча. Это был 2016-е на дворе уже совершенно другой год. Отличный выстрел по Фюши и не ударяющий фраг по Фюзу. Какой же квадрокилл от полный Клатч. Момент 1-3. Это великолепная игра от Папки, который сделал для своего коллектива еще один раунд. Что означает то, что Фенатик оказывается в достаточно сложной ситуации, потому что они у разбитого как-то... У них нету денег на нормальный бай. Им приходится сейчас семибайить какие-то дезертыглы, 5-7-ы, арморы только 3 штуки. Отличнейшая работа. Отличнейшая работа от Фоллена по факту дает не только один раунд, она дает второй раунд. И что самое, сверху главное эмоциональный подъем команды. Потому что... И кроме этого эмоциональную печаль для Фнатик. Как они потеряли тот раунд, который был полностью в их руках сейчас. И после такого возвращаться суперсложно. И это все еще карта шведов, напоминая о вам. Так что он здесь сделал что-то типа намного большее, чем просто один квадж. Я могу сказать только одно. Папа может, папа может, все что угодно. Такая веселая песенка. Я, правда, не знаю продолжения. Возможно, там есть и слова про Фоллена, хотя вряд ли. Но этот был момент, конечно, в демке-мувике. Я думаю, что наклепают всяких видосиков, и можно будет посмотреть, и попадется это в аналог истории. Но, как ни крути, сейчас минус 2. От команды СК-гейминг. Тут же Деннис на секонд-миде ждет возможный прорыв СК-гейминг куда-нибудь на секонд, но добивает он Фера все-таки в одного. Тут еще и на размине выходит так, и забирает его Флюша и Джей Ви в одного. Какая-то интересная текстура, как они наклейки двигаются. Отдельно от пистолета, на самом-то деле. странный баг. Но, все-таки Фнатики вдвоем. Тут же вот этот. Так, посмотрим. Наклейки не стреляют. Очень плохо. В один Флюша. Дезерт Игл и Флешка. Плюс первый армор есть у Флюшки, но позиция у него не то, чтобы не огонь, но все равно мало что из него может сделать. Ждет игроков на длине, но туда никто даже не идет. Кулзера прячется в нычку и будет ждать возможность ровки Флюшу. Флюш третит кучу ХП и прострелом также забирает его. Это все. 13-7 и подстава. Подстава для Фнатиков. Такой раунд отдать, хотя могли бы уже выходить на равный, ну, хотя бы более-менее приближенный счет к команде ИСК Гейминг, но поторопились, поторопился игрок, который выходил один, потом еще и несинхронно сработали двое оставшихся защитников и по итогу мы видим, как команда Фнатик ни одного раунда пока не берет защите, а ИСК Гейминг уже пятерочку подряд оформляет для себя. Это пятерочка, это по факту пистолетный раунд и один девайсный, то есть это всего два раунда взятых, серьезно, если считать. Ну, Луфмейстер с Джеспером уберут два АВП и на эти два АВП ложится основная ответственность за этот раунд. Давайте посмотрим, как СК будет против них работать, будут ли какие-то специальные раскидки, будут ли какие-то смоки качественно разложены на карте, ну, или все-таки Фнатики покажут нам интригу, потому что, ну, проигрывать 16-7, например, на своей карте это не очень, а надо как-то немножечко нам показать КСы на второй половине до Инферна. Джеспер получил молотов, отступил на пару-тройкуметров, сел ухалпы и продолжает сканировать почву соответственно молотов. На самом деле таймер немножко ранее, возможно, не стоило так выстракивать свои гранатки защиты, тем и сейчас, потому что все еще прекрасно ясно, что СК не выбрали вектор атаки и скорее всего это все равно будет Б, потому что, ну, не делаешь враг на А, иди на Б. Это простая философия старого доброго до Инферна еще и в предыдущих вариантах и в вариантах 1.6. Там, правда, немножко по-другому все было, но это не важно сейчас. Атака тоже замедлилась, 40 секунд остается, нужно двигаться вперед и, видимо, они оставят Фелпса здесь стоять и в конце концов пойдут большим паровозиком смерти на мидл и вот это уже интересно, потому что Олафмейстерская снайперская винтовка обычно не знает промаха, а она стоит как раз-таки против парней, которые выходят сейчас на Аплант выстрел, минус колд, изи катка, изи Олафмейстер, еще один фраг против фоуна и вот он раунд для Фнатик приезжает прямо сейчас. Воу, еще и третий подъезжает и Олафмейстер, четвертый квадро, а пятый подъедет ли? Нет, пятый далеко, пятый это Фелпс и он очень далеко в церкви, он расправляется с Джей Би и должен сейвить снайперскую винтовку, но нет, даже свою жизнь не сейвит, отличная игра от Олафмейстера, ждали мы чего-то подобного, снайперской винтовки было две по итогу у Фнатик в прошлом раунде, но Олафмейстер, как он вообще чувствовал игру, на ребрах, потом перемещается на плент, убивает ковры и потом еще снова перемещается на короткий и там еще оформляет фраг, это было очень круто, очень зрелищно и Олафмейстер, вот это, не знаю, это спасение команды Фнатик, но надолго ли выхватит вопрос, хотя опыта, конечно, на Олафа много, но хочется еще играть от Джи Ви, хочется играть от Флюши, Деннис там что-то пытается, но все равно не получается вместе с Фнатиком действовать, тем более, что сторона Диффенс предполагает более, так скажем, разрозненные позиции, то есть, если вы кулаком движетесь за атаку, то здесь так не получается, вам нужно просто сидеть и ждать, если вы свою позицию профукали, то уже и прощайте, подставляйте тиммейтов и оставляйте команду в меньшинстве, соответственно, враг имеет небольшое преимущество, Джеспер Вексел у нас чекает банан и по-прежнему на своей позиции, подождите, а где Олафмейстер? Нет, Олаф уже меняет позицию, находится он на лонге, оттуда будет пробовать отстреливать, это очень важно, потому что, опять же, СК могут думать, что Олаф будет находиться примерно в той же ситуации, но нет, фнатики, 50 секунд времени, все живы пока, что СК Гейминг передвигается на плент B, там опять же двое игроков, это Флюша и Джей Ви, такая интересная связка, не оставляют в этот раз Флюша в одного, и вообще против СК Гейминг они не оставляют даже шансов подобных, по-любому играют 2 на 3, если даже что-то случается, какая-то информация, то Деннис может перетянуться, Джей Ви промахивается, флешка полетела, выход на Б-плент, уже вот-вот тайминг, и, конечно, СК Гейминг выбирают не такие серьезные, как у фнатиков, начинается выход, Фоллен не промахивается, Джей Ви вообще в смоках, он находится возле руины, молотов залетает, бомба, как минимум станет, но теперь уже выбивание для фнатиков в меньшинстве. Джаспер сидит за смоками, тем временем мы понимаем, что у фнатик нету игрока на бодане, то есть выбивание этого бепланта будет происходить с болью и кровью, и вполне возможно кровью именно шведов, которая пролезла прямо сейчас. Лофмейстер уже погиб, Кримс включает на Фера, Фоллен ловит проходящего мимо Денниса, и теперь Кримс остается соло, и ему надо идти сейвить. У меня было подозрение, что фнатик надо идти сейвить еще тогда, когда они остались 4 в 5 ситуации при поставленной бомбе, при отсутствии игрока на банане, как я в самом начале сказал, это главная проблема. И да, Папкофо он зарешал, но есть подозрение, что даже если бомб бы не зарешал, другие все равно бы встали на защиту этой бомбы, и вот фнатик не получился бы ничего. Ну не знаю, не знаю. Шведские решения, такие шведские. 14-8, и сейчас они снова без экономики. Это означает то, что они скорее всего дают 15-8. Да, фнатик попробует закупиться из вообще последнего всего, что есть. На Фома схватило, Клюша дропнули ему калаш, Кримс возьмет себе М4, но вот Олаф, например, вместе с Джеспером будут страдать. Один с магом, другой с ЦЗшкой. Причем, что самое интересное, мага не отдали Джесперу. Хотя Джеспер мы знаем мастер. В толстых оружия, и тут он пошел стреляться. Пострелил Олаф Мейстер. Это не жалко, потому что у него все равно было ЦЗ. Потому что самое главное, что это опен-фракт на стороне бразильцев. И по факту, кажется, что последние гвозди забивают гроб шведов на этом Инферно, который они сегодня уже проигрывали против Immortals. И сейчас, судя по всему, начнут точно так же в Best of 3 серии против СК. Да, но хотя бы с Immortals боролись 16-13 по итогу этой карты в пользу Immortals. Ну и, видимо, бразильцам эта карта тоже уйдет, только уже другим. Фнатики проигрывают этот раунд. Вообще практически лишают себя возможности откомбетчить. Там денег не будет абсолютно. То есть банятся деньги. Это максимум какие-то пистолеты плюс гранаты. Тут еще и Денис погибает. Остается только два девайса у команды Фнатик, но Кримс реализует свою эмочку. Правда, Фер заходит уже с ланга. Не знает об этом Кримс. Погибает он. И просто перемещение на Б-плент. Нет, все-таки просто Фер смещается чуть поближе к сети, в библиотеку. И Джеспир... 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 Тыр-тыр-тыр-тыр... Не попадает нужного демеджа. И тут уже Колдзера не отпускает Джеспир вексела. Ну и теперь только в одного Флюша будет сейвить девайс. Ну нельзя же так свапать агрессивно. Фер уже ждет оппонента. Нет, Фер не увидел. Да ладно! Как же так? Фер отдается. Ну и Флюша реализует хотя бы один фраг. Но это не важно. Это совершенно не важно. Тут бы тиммейтам не отдаваться. Вот это было бы хорошо. Колдзера ждет. Колдзера против Флюши. Тут еще и Фоллен может выйти. Папка сейчас сможет батить на себя. Да неужели Флюша может еще и спрейс выпенять? Но нет. Фоллен так девятый. Голова. И тут как бы прощай. 15-8. СХ Гейминг в буквально одном шаге, чтобы выбраться на карту Оверпасс. Свой собственный же пик. Где у них Оверпасс да посерьезнее, чем у Иммортал. Я в этом абсолютно уверен. И вот уже фнатики могут задумываться о том, как бы Оверпасс отыграть посерьезнее. Ну да. Я думаю, что им уже стоит свои все мысли направить именно в эту сторону. Трозильцы. Уъезжают сейчас на бэклэн. Смотрит фон. Все. Точнее на барон. Прошу прощения. Распортим рейн с СЗшками. Еще 4 СЗшки от Натик. Сетап, я уже говорил, вполне себе реализуемый. Если вы хотите на ковз-эцанкции вы хотите пушить. И вот сейчас Натик наконец-то пушит. В предыдущий раз с таким же набором вещей они не хотели двигаться. Они хотели принимать из-под фигаотичных позиций и там просто расколбасили налево и направо. Сейчас расколбасили правда Джаспера, который реально пошел пушить. Но шансы у него были, особенно если бы команда поддержала. Но команда оказалась отрезанной смоками. Стоял в луше вместе с Олафмейстером. Ну и Ферчик зайдет сейчас на шорт. Посмотрит, кто здесь есть. Налево, направо. Очень и очень медленный раунд. Однако вот эти перестрелки в смоках не самая зрелищная вещь в этом мире, но это реалии Counter-Strike и их отменить нельзя. Здесь Денис вместе с Кримзом просто один на А, другой на Б. СК сейчас запушит один из плентов, закончит эту карту и мы перейдем на Оверпасс. Напоминаю, что это уже третья Беста-3 за сегодняшний день. Фнатик получили свое право на присутствие в Гранд Финале при помощи уничтожения Иммортал. ССК в свою очередь обыграли Силджи. Все это дело у нас полноценные Беста-3 серии и, наверное, сейчас тоже должна быть полноценная Беста-3 серия, хотя факты говорят о другом. Факты говорят о том, что СК должны по-хорошему играть сильный Оверпасс. Фнатики проиграли свой собственный маппик и оказываются на грани поражения в Гранд Финале. Да, интересная карта. Жаль, конечно, что Фнатики не смогли побороться на собственном же пике в Диффенсе. Только, однако, один раунд у них получилось взять, но по итогу может быть получится на Оверпассе, потому что мы тоже думали, что Иммортал сейчас закончит 2-0, учитывая, что Оверпасс был тоже за ними, но теперь будем...